Приветствую вас! Каких вам реформ не хватает? Вы знаете, что политики очень часто говорят Вот если провести реформы, народ это поддержит! Я говорю, нет Нет Давайте я вот Пару слов про реформы Не, не, конечно, конечно, я понимаю, что самая любимая ваша реформа Отменить налоги, но зарплату повысить 10 раз Это бред! Но давайте мы снизим налоги Украины Что значит снизить налоги Украины? У нас, вы знаете, колоссальная проблема с дефицитом пенсионов Можно снизить налоги Можно, а дефицит будет больше А вообще пенсии хочется отменять Не, ну есть другой вариант Можно снизить налоги Повысить пенсии, тогда просто сделать эмиссию гривен Есть одни неприятные вещи Хотя это может тоже сработать Инфляция будет довольно высокой Причем она будет, знаете, так вот Как бы на ровном месте Прямо, понимаете, слог Потому что, да, действительно, можно так сделать Снижается налоги Делается эмиссия Вливается, выливается Постоянно вливается деньги За счет их платится пенсия Ну и плюс зарплаты бюджетника Потому что бюджетников тоже платят за счет налога В результате Очень много пустых денег И инфляция Мало того, вы сами понимаете Инфляция разгоняется Соответственно Растет поступление ДЭС Вроде бы хорошо Но вы-то говорите Ну как так? На глазах деньги обесцениваются Так Так можно сделать Хотите так? Делаем Не, мы так не хотим Потом не получается Понимаете Модели, которые Ну как бы в мире апробированы Причем не просто апробированы За последние 5-6 тысяч лет апробированы Даже не представляете Сколько было различных моделей Сбора налогов Выплатить и так дальше Все очень просто Или Вы берете Закручиваете гаечки Ну действительно Закручиваете И тогда, естественно Массово собираете налоги У населения Вообще Запомните раз и с вами Основной плательщик налогов Во все времена Во всех странах Это население Забираете налоги Тогда Действительно За счет этого налога Можно более-менее Платить Немножко выше пенсии Германии Громадные налоги Народ ругается Но боится США Ой, как В Америке Ненавидят платить налоги Но боятся налогов Вот такая ситуация По этой причине Хотите такую реформу? Пожалуйста Но вы же не хотите Вы не хотите платить налоги Нет Нет Мы хотим так, чтобы Нет А разговоры Вот, пускай олигарх платит Олигарх и так платит Вы не мешаете олигархам работать Что называется Тем более Вы же не забывайте Что Если возникают проблемы В работе олигархов В вас Прежде всего Возникают проблемы С вашей зарплаты Потому что Ну И в Украине В многих странах мира Как В основной экономике Это большой бизнес Он больше всего платит Ну Больше всего там работает Самая высокая зарплата Ну Действительно В крупном бизнесе Зарплата вся выше Чем в малом и среднем Это Не только в Украине Говорю Это в Германии В Франции Это закономерно Да У нас разрыв больше У них там Новый Знаете Получается Основная Генератор экономики Крупный бизнес Ну Экспортер Крупный Потом Эти деньги Расползаются Ну Получил зарплату Пример Работник Датэ Он же Не кушает Не тратит Куда Приходит На ваш Пазар И покупает У вас Товары И у вас Есть Покупатель А если Не получает Зарплату Если Вы этого Олигарха Разорили Что Да Нет покупателя Вот так это работает По этой причине Вот эти все слова Давайте Мы олигархов Разорим Давайте Покупатель Исчезал В начале 90 Действительно Олигархов Не было Помните Что творилось Помните Нищета Ужасная Потому что Деньги Действительно Там же Помните Кубон Карбон Вкорраться Олигархов Не было А сейчас Да Ее надо Ругать Проклинать Это дело Жить Есть Но Он остался В экономике И как Только В данном случае У нас растет Экспо Растет Зарплата Работников Которые работают Олигархов Они приходят К вам на базар Покупают Ваш товар Они Покупают Ваш интернет Магазин Прямая зависимость Прямейшая Зависимость Вы строитель Те ребята Которые заработали В крупных компаниях Заказывают вам Ремонт Или строительство Котежа В зависимости Нету Крупных компаний Плохо Разорились Нет заказа Вообще По большому счету Удар Майдана Почему я Майдан ругаюсь Потому что Он Такую стряску Сел В результате В результате Да действительно Сейчас более-менее Как-то так Успокоилась Ну Такая стряск Такой удар Помните 14-15 Помните Что творилось Что Ну действительно Жуткая проблема Покупателей Заказчиков Нет Вот это вот Есть Разгорели Олигарх Никакого По этой причине Я говорю Еще раз Реформа Может быть Ну нужна ли Вам эта реформа Чтоб вы Платили Все налоги Хотите Нет Не хотим А другой реформы Нет Идем дальше Борьба с коррупцией Любимые темы Ну вы наверное Уже поняли Что Да и наверное Догадываете Что коррупция Вновична Причем Что На сегодняшний момент Тут Наше Министерство экономики Ну короче Посчитали Что украинцы За год Тратят на Взятки 800 миллионов Сдевать Если Если Действительно Это более Менее Почитает Жалкие Копейки Это деньги Вообще Ничта Ну да Действительно Тратят Но опять же Ситуация Ребята Вот если Вы когда-то Будете жить В Германии Франции Или США Вы скажете Боже Кошмар Я лучше Вдал бы Понимаете В чем происходит Вам нужна Бумажка Не обязательно В электронном виде Ни электронной Нужна Как вы делаете У нас Пришли И решили Правильно Причем За жалкие Копейки Жалкие Ребят Такой Хватит Ны То что Вы там Даже Еще Даете Жалкие Копейки Ой 300 гривен Ребят Ну прекращайте А в конце Концов А Германии Дура Зараза Вы не знаете Вы согласны Дать ему Тысячу Евро Он не берет Нет Система Так построена Он не берет Во-первых Он боится Не берет Но вы ее Удавите Согласный Гадок Потому что Получается Что если Все по процедуре По критической Во-первых Это очень долго И вы понимаете Что Этот чиновник Ну как бы Ему главное Четко По инструкции То что Эта инструкция Идиотская Нет Четко И то что Это очень Дорого Для вас Тоже Почему Дорого Потому что Если всю Инструкцию Идиотскую Выполнить Там не Тысяча евро Там все Бертыще Вот это Вот беда Почему Действительно Многие Кто там Ну Как турист А кто же Говорит Боже Как же У нас Легко Решается И как Сложно Что Элементарные Вещи Вы Тонете В бюрократии Еще раз говорю Есть два Варианта Коррупция Бюрократия Коррупция Бюрократия Хотите Больше бюрократии Меньше коррупции Хотите Больше коррупции Меньше бюрократии Все А эти все А вот там Решают Прекращайте Брит Самое интересное Рассказывайте Люди Которые Никогда Бизнес Там Не занимают Да Можно По телефону Зарегистрировать Компанию Ну Тоже Можно Что Толку Ее Регистрировать По телефону Если Клиент Вы Попробуйте Зарегистрировать По телефону Банк Ага Вот Это Дело Другое Понимаете Само По себе Какой-то Мало Предприятие Сырить По телефон Большого Манина А что Дальше Налоги Вот Что Есть По этой причине Понимаете Какая ситуация Ну Действительно Борьба Коррупция Это Модно Красиво Особенно Меня Поражает Вот Сейчас Если Мы побороли Коррупционеров Конфисковали Их Имущество За счет Этих Денег Мы Подняли Зарплату Что Напомню Помните У нас Коррупционер Янакович Помните Вообще По большому Счету Все Что Было В Украине Все Отжали Все Вот Никак Коррупционеры Не успокоятся Все Отжали Абсолютно Абсолютно Все Отжали Поделили Разделили Ну А теперь Посчитайте Сколько Ваша Зарплата Выросла Вот Человек Представ Показывающим Возникает Вопрос Простейший Как это Помогло Никак Абсолютно Понимаете Тут В любом Случае Даже Если Там Действительно Идет Перетасовка И Квота Разоряет Иди И получай Другой Коррупции Вот И все Вот И все По этой причине Да Рыба с коррупцией Красиво Но еще раз Ребят В некоторых Случаях Взять Кубой Дешевле Чем Делать Все По закону И вы Это Знаете А вот Типа Пускай Они все Работают Бесплатно Но Чтобы Было Все Хорошо Так Не Говорят Вы Не Хотите Бесплатно Нет Вы Тоже Так Что С коррупцией Набраться Надо Браться Браться С коррупцией Браться Ну Что Теперь Третья Реформа Снижение Цен На Тарифы ЖКХ Все Обещают Обещают Да Никто Не Снизит Но Помните Есть Прямая Зависимость Очень Прямая Да Можно Сделать Низкие Тарифы Тогда Часть Денег Покрывать За счет Госпожета Ну Практически Это И было И при Кучами И там И предыдущими Но Тогда Формируется Громадный Скрытый Дефицит Который Надо Чем-то Покрывать Реально Реально Потому Что Матерская Ситуация Вот Как Раньше Работали Покупаем Газ Надо Где-то Взять Валюту Чтоб За ее Заплатить Ну Хорошо Берем Долг Как-то Решается На На Нафтогаз Решается На госбюджет Решается Но она Только Остается И решить ее Не возможно Причем Она накапливается Накапливается Потом ругается Причем Вы сами Понимаете Что Вот Эта Вся Каша Ведет К тому Что Тарифы Низкие И качество Прошивое И вообще Ничего Непонятное Все ругаются А что Нам Делать Дальше Не Я понимаю Что Действительно То Что Мы Сейчас Видим Это Действительно Выставить В Украине Рыночные Условия На рынке Перебеситься Переругаться Перескандалить Пережить И тогда Да Действительно Вам будет Выгодно Ставить Тепловые Насосы Серьезно Солнечные Батареи Для себя Будет Выгодно Будет Выгодно Действительно Ну Как вы И ставите Или Атономное Отопление И так Дальше Все Это Будет Действительно Будет Экономить Ну Тем Более Если Вы Обратили Внимание Во Многих Страх Мира Действительно Будет Экономить Вообще Считается Что Энергия Надо Экономить Это Действительно Срабатывает Да Это Тяжело Да Это Обидно Почему Ж Так Мы Хотим Ребята Понимаете Вот Это Все Бесплатный Сыр Только Мышев Серьезно Да Жаль Конечно Чтобы Если Вот Эту Реформу Запустили Энергетики Раньше Чего Время Так Куча Уже Перебесил Все Работа Как Мобильная Связь Ну Мобильная Связь Тоже Сначала Была Дорога Да Сейчас Ну Она Дешевая Но Она Недорогая Вот Так Задолеть Вот Эта Реформа Тоже Плохо А мы Хотим Нет Чтобы Было Бы А Так Нет Так Не Получится Нет Никак Не Получится Только Экономии Электроэнергии Света Ну Я понимаю Что это Неприятно Я знаю Что лучше Все это Так Не Экономить Но К сожалению Такая уж Ситуация Хотим Того Или Не Хотим Того Ну Что Давайте Сейчас Медицинскую Реформу Ну Поймите Я Много Раз Вас Когда Говорю Про Медицинскую Реформу Сылаю К Чеху Не Я Понимаю Что Когда В школе Учили Что Слышали Жаль Что Слышали Жаль Что Не Читали Чехов Очень Хорошо Писал Как Работает Классическая Медицина Шикарно Писал Как Она Работает Но Почему Вы Считаете Что Врач Тоже Работает Бесплатно Почему Что За Бред Вы Бесплатно Работать Хотите Не Не Хотите Вот И Врач Не Хочет Вы Видите Тут Довольно Все Просто Да Действительно Но Опять Со всеми Наши Наши Изгибы Перегибы Ой Вот Смотрите Стоматология Сработала Шикарно Ну Просто И Как Бы Раньше Дали Возможность Заниматься Частным Бизнесом Идеально На сегодняшний Момент Украинские Услуги Жутко Дешевые По качеству Обогнали Европейские Агрегации Серьезно Российский Дал Не Удивляйтесь Не В Москве Неплохо А у Провинции Конечно Далеко Отстал От Украины Это бывает И Действительно Развивается Успешно Хорошо Тоже самое Смениться Но смотрите На сегодняшний Момент Видите Сколько Уже Подкрывались Частных И Поликлиник Я знаю Что больше Это крупные Города И то Сел доберется Причем В селах Тоже Уже Есть Частные Терапевты Врачи Терапевты Причем Действительно Уже Конкуренция Идет Нет Вот этот Лучше Этот Хуже Вот 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 это Настоящее Действительно Работает И будет Работать Мало Того Он Не так Которого Стоит Оно Стоит Действительно Нормальный Триф Нормальный Но зато Вы знаете Что Тут Действительно Идете К Специалисту А когда Вы идете В бесплатную Поликлинику На вас Смотрит Как На умалишенного Говорят Вот Такое Что же Вы хотели Но если Вы умалишенный Соответственно Опять же Бесплатный Сыр Где Бывает По этой Причине Такая Вот Ситуация Не Я понимаю Понимаю Сказать Вот Зачем Плачу налоги Ребята Налоги Вопрос Болезни Налоги Это Никто Не Хочет Платить Так что Да Медицинская Реформа Идет Не Так Как Вы Хотели Но Идет И Пройдет Время Знаете Даже Люди Забудут Про Совок Про Советские Поликлиники Будут Знать Что Если Ты Заболел Вот Это Твой Лечащий Валач Или Семейный Причем Этот Хороший Плохой Так Дальше Ага Если Надо Вот Сюда Сюда Да Ты Тут Платишь Причем Мне Надо Вот Так Пересказ Понятное Дело Что Медицинская Страховка Будет И Она Будет Развиваться Но Для То Что Она Развивалась Надо Чтобы Было Ваше Желание С Неба Она Любит Это Факт Вот Это Реформа Это Настоящая Реформа А Типа А Давай Это Убожество Тем Более Я хочу Напомнить Что У нас Украина Все 20 лет Советская Модель Вы же Постоянно Ругаете Приходите Близ А Там Что Правильно Нищета Врачи Которые Лечить Вас Не хотят Вот Это Нет Все Это Оставьте Чушь Чушь Так Что Друзья Мои Реформы Никогда Не бывают Популярны Реформы Никто Не любит Мало То Чем Много Реформы Которые Начинают И делаются Они Не совсем Даже Заметны Они Делаются Медленно Не Спеша Через Колено Правда Проходит Время Говорит Да Действительно Надо Было Так Делать По этой Причине Еще Если Вы Действительно Хотите Идти Власть Что Вас Народ Любил Надо Врать Обманывать Говорить Глупости Люди Не хотят Реформы Люди Хотят Ложь Сладкую Ложь И чем Больше Кто-то Врет Тем Быстрее Избирает А потом Они Все Грабят Такая Вот Эта Власть И так Это Работает Украина Россия Германия Франция США Везде Больше Врите И Вас Будут Больше Избирать А потом Воруете А потом Опять Врите Толпа Толпа Продажная Алчная Жадная Она Не хочет Нормального Она Хочет Глупости Ну а В это Время Тихонечко Делай Тайфон Может Что-то И Повышится Вот Такая Цитация Повторю Занимай